В этом видео познакомимся с кастомайзером. У нас на очереди разбор футера подвала сайта в шаблоне от UTEM, он устроен таким образом. Будем действовать по примеру шаблона демо данных UMACAI, как он здесь устроен. Попробуем такой же повторить. Меня зовут Федор Васильев, подробнее в этом видео. Мы с вами движемся дальше, разбираем шаблон от UTEM на базе фреймворка AllKit. У нас на очереди позиция футер, то есть позиция баттен я пропускаю, ее не разбирал, потому что она настраивается по аналогии, так как мы это делали для других позиций в предыдущих уроках. А вот футер позиция интересная. Она устроена несколько иначе. Если мы сюда зайдем, мы видим уже некая секция, то есть это уже кастомайзер, то есть конструктор, где мы можем добавлять какие-то плагины, делить секцию на колонки и так далее. И она здесь так и устроена. И чтобы не придумывать велосипед, мы с вами обратимся к демо данным. То есть именно как выглядит UMACAI шаблон наполненный. И так как мы разбираем футер, мы попробуем повторить такой же футер, как здесь. То есть здесь 4 колонки, вы это видите, с заголовками. И на самом деле с ссылками на другие внутренние страницы. Ну и время работы, например, и контакты. Дальше здесь есть разделяющая линия, логотип и копирайты. И социальные кнопки. Вы сразу ползунок сайта прокручиваете сразу вниз, потому что это будет нижняя часть, чтобы нам сразу видеть изменения какие-то. И давайте ознакомиться. То есть секция при наведении мыши вот на этот прямоугольник, вы видите, возникают дополнительные иконки. Карандашик, то есть это редактирование. Дополнительные опции. Мы можем кликнуть и перейти внутрь. Настройки этих опций. Дальше иконка дублирования, копирования этой секции. Дальше сохранить библиотеку. То есть заготовку, готовую вашу, чтобы использовать из библиотеки в дальнейшем. И корзинку удалить. Также здесь есть вот такая вот иконочка. Добавить раздел. Ну секция раздела тоже самое. То есть если кликайте, вот видите, дополнительный раздел. И есть еще внутренние вот такие настроечки. Редактирование, дублирование, корзинки. И также добавить строку. И они между собой отличаются. Для начала нам нужно разбить на 4 колонки вот эту секцию. Сейчас она у нас не разбита. Так как мы действуем по дему примеру, нам надо 4 колонки, где мы разместим 4 блока с информацией. Мы заходим именно вот сюда, вот в этот карандаш справа. Видим вот этот прямоугольник, говорящий о том, что у нас единая пока секция не разбитая на колонки. Ниже мы видим колонку, редактировать колонку. Именно одна колонка, поэтому здесь одна вот эта вот кнопка. Если сделаем 4, то здесь их будет 4. То есть каждую в отдельности можно еще отредактировать. Расстояние между ячейками, опять же, это уже тонкая настройка, когда мы создадим эти колонки. И другие опции, пока их мы с вами не трогаем. Мы кликаем прямо по этому прямоугольнику и видим сетку. То есть это соотношение колонок, количество колонок на выбор. Мне нужно 4. Если мы делаем по дему примеру, вот у нас 4 колоночки. Кликаем прямо по этому варианту. Видим, идет разделение на 4 колонки. И видим, добавляются в 10 еще элементы редактирования каждой колонки. Вы можете пройти, кликнуть мышкой по каждой и попасть внутрь самой колонки, где мы можем настроить разные элементы. Но пока мы здесь ничего не делаем. Назад возвращаемся вот по этой стрелке. И также вы можете пройти в каждую колонку в отдельности. На этом уровне нажимаем сохранить, чтобы все данные применились. Естественно, мы внизу пока с вами ничего не видим, потому что это просто разбиение на колонке. Нам нужно добавить контент, чтобы увидеть какие-то изменения на самом сайте. Здесь мы нажимаем на стрелочку назад и видим, наша вот эта секция разделилась на 4. Как я это понял? Мы видим 4 плюса вместо одного. Вот в этом белом прямоугольнике. Это значит 4 колонки. А плюсы значит, что мы можем кликнуть по каждому плюсу в данной колонке. И во всплывающем окне выбрать плагин, который будет участвовать в этой колонке. И плагины, вы видите, есть вот такой вот ряд возможностей. Сразу по названию мы можем понять, что, например, видео это вставка видео в данную ячейку, в данную секцию. Social это значит вставка социальных кнопок и другие плагины. То есть это дополнительные встроенные плагины в шаблон, которые мы можем использовать где угодно на сайте. Если мы посмотрим на демо пример, мы увидим с вами колонку. Давайте с нее начнем. В переводе это уроки серфинга. Вы видите, что сайт тут о серфинге. Я буду на русском просто переименовывать. То есть мне нужно вставить сначала заголовок. Это плагин. То есть он называется Headline. Вот он. Кликаем по нему. Вы видите, прямо в ячейке помечается название плагина. То есть мы прямо отсюда можем видеть, что в данной ячейке вставлен плагин Headline. И сразу вы можете видеть, что вот здесь на сайте какие-то изменения в подвале уже начались. То есть мы видим дефолтный заголовок Headline. Чтобы внести изменения непосредственно в сам плагин, я прямо кликаю мышкой по этому плагину. Видим редактор, куда мы можем вписать любой текст. Видим внизу ссылка. То есть мы можем привязать ссылку. Я пишу в поле уроки серфинга. Вы видите, вот здесь вот ниже сразу тоже это у нас меняется. Но пока это выглядит очень огромно и некрасиво. Находясь здесь в настройках заголовка, у нас здесь есть еще настройки. Вы видите, вот настройки и дополнительно. То есть если мы перейдем в настройки, мы видим ряд настроек. Дополнительно это уже более продвинутые настройки, которые мы будем касаться достаточно редко. Нас интересует вот именно вкладка настройки. Стиль. Стоит нет. Я выбираю H5. То есть заголовок пятого уровня. H5. То есть буквы будут достаточно мелкие. И вы видите, что вот здесь вот уроки серфинга стало гораздо меньшего размера. Дальше можно более тонко настроить оформление. Я оставляю без изменений. Font family. Шрифты. То есть это тоже оформление шрифта. Цвет. Оставляю без изменений. HTML tag. Элементы. Я выбираю здесь H3. То есть я действую по демо-примеру. Здесь также можно настроить более тонко разные элементы данного плагина. Я спускаюсь ниже. Выравнивание текста я делаю слева. Дальше. Девайс, с которым начинается выравнивание текста. Элвейс стоит на всех устройствах. Я выбираю вот этот вот выравнивание текста только на устройстве телефон. Альтернативное выравнивание я выбираю по центру. Анимацию оставляю как есть. То есть можно выбрать различного рода анимации. Видимость везде. Сохранюсь. Дальше. Выходим отсюда. В принципе, это можно настроить по-разному. Так как вы это желаете. Так как вам это нужно. Я оставлю так, как это в демо-примере. Дальше у меня идет на очереди перечисление ссылок. В данном случае используется плагин. То есть я кликаю вот сюда вот по плюсу в данной ячейке, так скажем. Чтобы добавить новый плагин. И это плагин List. Вот этот плагин. Выбираем его. Мы видим его здесь, что он тут добавлен. Его здесь видно. Мы видим здесь дефолтные текстовые строчки, которые мы сейчас заменим на свои. Также каждый плагин при наведении, вы видите, имеет дополнительные кнопки. Это копирование плагина. Дальше. Сохранить библиотеку. То есть вы настроили плагин. Хотите все эти настройки, чтобы сохранились и использовать, например, в других секциях. Чтобы потом из библиотеки его вытащить. Для сокращения времени работы. Как раз таки удобно. И удалить корзинка. Переходим к редактированию плагина List. Заходим, кликаем прямо по нему. Видим у нас здесь кнопки «Добавить элемент», «Добавить из медиа менеджера». И дополнительные кнопки настроек, как в других плагинах. Как устроен демо-пример? Это три ссылки. Первая ссылка идет на внутреннюю страницу. Это курсы по серфингу. То есть, конечно, сначала нам надо было бы создать внутреннюю страницу. Видите, тут время сколько стоит, сколько времени это займет и так далее. Но это не обязательно. Мы можем сначала сделать подвал, а внутреннюю страницу допилить отдельно уже. В нашем сайте мы кликаем «Добавить элемент». Здесь я пишу «Курс для начинающих серфингистов». Ссылку вы добавите позже, когда создадите внутреннюю страницу. Ссылку можно добавить здесь ниже. Вот, видите, ссылка. Либо прописать ее отдельно, либо вот здесь вот кликнуть по иконке. Выберите ссылку и привязать меню, которое вы заготовите здесь отдельно. Ну, для начала я могу просто какую-нибудь статью привязать, чтобы это было наглядно. Вот, вы видите, теперь появилась у нас здесь ссылка. Или можно привязать файл. Видите, выберите файл. То есть, файл, эта ссылка может являться как бы для скачивания, скачивания файла. То есть, достаточно удобно. И открыть ссылку в новом окне, если пожелаете. Далее я могу нажать «Назад» и увидеть, что у нас здесь появился новый элемент, который мы можем скопировать или удалить. Давайте на этом уровне сохранимся. Пойдем на фронтальную часть сайта, обновим сайт, прокручу в самый низ. Вижу блок, видим с вами заголовок и ссылка. Если я кликаю, меня перебрасывает на внутреннюю страницу. То есть, все работает. По аналогии, вы создаете еще несколько ссылок в данный элемент. Я просто сделаю вот такой дубликат. Можете их переименовать. Я просто для наглядности оставлю так, как есть. При редактировании мы можем заметить, что отступ достаточно большой между тремя ссылками. На самом деле, в демо это выглядит так. Мы заходим в нашу ссылку, переходим здесь код. Это просто P с новой строки. Здесь надо убрать P. Но это в демо так устроено. Может быть, я не знаю, не совсем правильный этот подход. Но в демо так это сделано. И нажать «Сохранить», чтобы сохранился без тега P. Вы видите, вот здесь отступ сократился между этими ссылками. Теперь нужно вот здесь это сделать. Нажимаем «Назад». Я захожу в последнюю ссылку. Также HTML-код. Убираю P. Сохранить. Отступ есть. Заходим во вторую. Здесь тоже P. Убираем. Все. Сейчас ссылки имеют небольшой отступ между друг друга и приемлемый отступ. Но помните, если мы сюда зайдем еще раз редактировать, этот P опять там автоматически пропишется и отступ автоматически прибавится. Надо будет опять почистить P. На сайте все в порядке. Я перешел на фронтальную часть сайта. Ссылочки все есть. По поводу дизайна, то, что здесь темные ссылки, а на нашем сайте красные, но мы просто не дошли до этого еще. Это все можно тоже настроить. Дальше следующие три блока абсолютно повторяются, просто меняется информация. Поэтому я просто делаю дубликат и мышкой перетаскиваю вот в эту секцию. Следующую. Вот таким вот образом. Здесь уже без меня вы сможете под себя редактировать по аналогии. И то же самое я дублирую лист и переношу вот таким вот образом в другие ячейки секции. Получается у нас вот такая картина. У нас футер сливается с сайтом. Но мы сайт даже не начали делать. Может сказать, только начали. Но сразу подскажу, как можно его выделить именно в футер. Вы можете пройти в общую секцию и вот здесь вот здесь стиль, выбрать, например, какой-то вариант. Вы видите, у нас сразу окрашивается подвал. Причем ссылки поменялись на белые вместо красных. При наведении они темные. Это все настраивается в стилях, в других вкладках. Мы с вами еще к этому придем. Но пока, чтобы просто была общая картина, что у нас подвал отличается, мы можем оставить его в таком виде. Естественно, у нас белый цвет в подвала в сайте примере. Но это не обязательно. Мы можем сделать темный цвет, можем сделать белый цвет. Дальше. Наши секции не надо оставлять вот именно с названием секции. Здесь надо назвать эту секцию футер. Вы переходите вот в этот карандашик. Настройки. Дополнительные. И вот здесь имя убираете. Пишите просто футер. Сохранить. Назад. Видите, вот здесь имя меняется на футер. Если мы посмотрим в демо примеры, у нас есть такая разделяющая линия, потом логотип, копирайты и социальные кнопки. Давайте что-то похожее реализуем. Я кликаю вот сюда. На этот плюсик добавляю новый раздел. Этот раздел у нас является копирайтами. Название пишу копирайты. Вот теперь здесь копирайты. Дальше кликаю по плюсу. Добавляю вот этот плагин. Это линия горизонтальная разделяющая. Вы видите, она у нас здесь появляется, да, но у нас разрывается подвал, потому что это другая секция. Нам нужно также для этого пройти в карандаш, выбрать тот же стиль. Вот. Чтобы подвал выглядел единым. Далее мы видим с вами большой отступ от последних ссылок до горизонтальной линии. Мы заходим с вами в настройки секции копирайты. Прокручиваем чуть ниже. И ставим птичку напротив, убрать внутренний верхний отступ. Таким образом, расстояние сокращается до приемлемого. Далее нам нужно добавить логотип свой. Для этого я нажимаю здесь назад. Кликаю по плюсику. И добавляю новый плагин Images. Кликаю по плагину Images. Кликаю вот сюда. И загружаем в Media Manager свой логотип. У меня логотип загружен в папку Demo. Я кликаю по Demo. Выбираю свой логотип. И выбрать. Далее видим здесь логотип. Нам нужно его выровнять по центу. Переходим в настройки. Выравнивание текста. Это у нас по центру. Видим логотип перемещается в центр. Нажимаю здесь назад. Дальше я добавляю плагин текста. Вот он текст. Нам нужно добавить копирайт. Видим текст дефолтный поместился. Кликаем по плагину текст. Не забывайте, что вот так вы можете перейти в редактор. Или в коде. Я пишу копирайт. Дальше я перехожу в настройки. И также выравнивание делаю по центру. Далее у нас с вами следует плагин социальной кнопки. Также кликаем здесь по плюсу. Находим вот плагин социальных сетей. Кликаем по нему. Видим у нас три социальные кнопки. Заходим в сам плагин. И здесь вы можете прописать до пяти ссылок, которые будут ввести на социальные сети. Я покажу на примере одной социальной сети. Вставлю свою группу ВКонтакте. Но дело в том, что с русскими социальными сетями данный шаблон не работает. Потому что иконка не сменится. Если я поставлю сейчас ВКонтакте, вы видите, иконка какая-то появляется, обозначающая просто социальные сети, но не ВКонтакте. Это главный недостаток данного плагина. Открыть ссылки в новом окне оставляю. Соответственно, если вы ставите здесь Facebook, Twitter, в общем, все вот эти забугорные сайты социальные, они здесь, естественно, иконки появятся. Вот вы можете видеть, я добавил еще Facebook, Twitter. Просто поставил нужные ссылки на свои профили, и иконки соответствующие появились. Дальше переходим сюда в настройки. Сразу выравнивание тоже по центру делаем. Дальше, я думаю, уже каждый догадается, что можно перейти в настройки и как-то настроить немножко дизайн под себя данных социальных кнопок. В целом, подвал я показал вам, как реализовать. И все отлично будет смотреться, вы можете видеть, все перестраивается к мобильным устройствам. Все смотрится достаточно неплохо. На этом я урок заканчиваю. Мы с вами подвал сделали. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok